Первый год Иваново участвует в проекте «Безопасные и качественные автодороги». Львиную долю спонсирует федеральный бюджет, но есть и местное софинансирование. Выбрано 26 объектов в областном центре, в том числе улицы Шубинах, Кудряшова, проспект Текстильчиков. Требования от комиссии по приемке очень высокие. Глава города лично проверил выполнение работ и остался недоволен увиденным. Сегодня мы на объекте видим совершенно безалаберное отношение подрядчика к своим обязанностям. Мы видим открытые люки, отсутствие знаков дорожных. Видим то, что тротуар вертолетом, уже лужи стоят. И, соответственно, конечно, такие работы приниматься не будут. И мы обязательно по всем объектам проведем выезды, комиссионно все эти замечания утвердим. Везде, где у них примыкание и шатается бордюрный камень, и есть подозрение, что там нет просто бетона внутри, а есть просто подсыпка грунта, мы проведем шурфование. На Кудряшово меняли бордюрный камень. Ремонтировали тротуар, положили тактильную плитку. На проезжей части новый асфальт по технологии ЩМА. Его называют самозалечивающимся. Он более долговечный и качественный. Срок службы – 8 лет. Вместо 5, как у асфальта, бетонной смеси. А вот качество укладки ЩМА мэра не устроило. И бордюр такой должен быть, да, и полтора сантиметра такие должны быть. Вы сказки бросите рассказывать, потому что у нас сметок, все это заложено. То, что вы говорите, что вы крошку кладете в тротуар, где щебень не заложен, будем внимательно смотреть. Что касается люков открытых и ямочного ремонта по новому асфальту недопустимо, значит, что делаем? Мы вырезаем, да, вырезаем, полностью меняем, потому что заплатки по новому асфальту и тротуары с вертолетами просто недопустимо. Сумма сметы на Кудряшова – 27 миллионов рублей. На текстильщиков сделают 2 километра на 107 миллионов. Будут и островки безопасности, и новые поребрики. На выполнение работ – 47 дней. В это же время нужно будет устранить недочеты, с которыми, кстати, подрядчик не согласен. По ливнеприемным решеткам претензия не обоснована, так как с вентой документацией отсутствует данная позиция замены. А то, что жители города воруют эти решетки, наверное, другим людям нужно заниматься этой актуальной проблемой. Те замечания, которые он высказал по поводу лежачего бортового камня, где существует превышение по высотным веточкам, значит, мы все исправим. Никто от этого не отказывается. Замечания есть, значит, будем работать. Лежачий бортовой камень был заподлицо в проезжей части для обеспечения доступности малоподвижных групп населения. Если в каких-то местах мы нарушили, я утверждаю, значит, мы это все исправим. Разумеется, глава города с инспекцией будет выезжать не на каждый объект. Но можно не сомневаться, что тщательно проверят все. Ведь от этого зависит, получит ли город федеральное финансирование на будущий год. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин